МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаются. Последняя информация в выпуске. Избранный президент США встретился с главами Google, Amazon, Microsoft и других высокотехнологичных компаний. Почему директора Твиттера в Трамп Тауэр не пригласили? Впервые за 10 лет ФРС поднимает процентную ставку. Как это отразится на доходах и расходах рядовых американцев? И водитель уже не нужен. В Сан-Франциско появились первые беспилотные такси. В начале выпуска о ситуации в Сирии противоречивой информации приходит об обстановке в районе Алеппо, который, по заявлению представителей России, был накануне взят полностью под контроль сирийской армии. Утром после затишья вчера там возобновились столкновения между правительственными войсками и вооруженными группами оппозиции. Однако около часа назад появились сообщения со ссылкой на оппозиционеров, что они достигли соглашения с Дамаском о перемирии и эвакуации мирного населения, которое может начаться завтра. Возобновление боевых действий в Алеппо сегодня осудили в Организации Объединенных Наций и заявили, что авиаудары по жилым районам города, в которых еще остаются десятки тысяч мирных жителей, могут квалифицироваться как военное преступление. Все подробности у моего коллеги Евгения Маслова. Перемирие в Восточном Алеппо продержалось менее суток. Согласно плану, эвакуация мирных жителей должна была начаться сегодня в 5 утра по местному времени. Однако, как утверждает российская сторона, воспользовавшись режимом прекращения огня с рассветом, вооруженная оппозиция возобновила боевые действия. Между тем, согласно данным, появившимся в западной прессе, первыми нападения совершили не повстанцы, а огонь был открыт со стороны правительственных войск. Более того, в боях, по имени тяжелой техники, задействована авиация. Верховный комиссар по правам человека заявил, что возобновление авиаударов по жилым районам Восточного Алеппо может квалифицироваться как военное преступление. То, почему именно перемирие сорвалось, вопрос спорный. Но возобновление бомбардировок сирийскими войсками и их союзниками районов Алеппо, в которых находятся гражданские лица, это определенно нарушение международного права и, скорее всего, является военным преступлением. По заявлениям российских военных, 98% территории Алеппо на данный момент контролируются сирийскими правительственными силами. По некоторым данным, в городе осталось около 2000 представителей вооруженной оппозиции и около 50 тысяч мирных жителей. За минувшие сутки Восточная Алеппо покинули около 6000 человек. Глава французского правительства и министр иностранных дел Германии призвали сегодня Москву и Дамаск прекратить бомбардировки Алеппо и обеспечить безопасную эвакуацию мирного населения. Россия — это огромная страна с богатой историей. Она должна, наконец, осознать свою ответственность великой державы. Она должна сделать всё возможное для того, чтобы прекратились бомбардировки Алеппо и гражданскому населению были обеспечены гуманитарные коридоры. После того, как ситуация в Алеппо вновь изменилась и возобновились бои, сирийские режимы Россия, а также Иран должны сосредоточить усилия на эвакуации мирных жителей. Я уже выразил нашу позицию по этому поводу в телефонном разговоре с российским министром иностранных дел. С возобновлением активных боевых действий сегодня утром эвакуация была приостановлена. Мирные жители просто боятся покидать свои дома из-за бомбёжек, но и оставаться в районах, занятых вооружённой оппозицией, также не хотят, опасаясь усиления боевых действий. Согласно последним данным, о режиме прекращения огня к концу сегодняшнего дня повстанцам и Дамаску всё же удалось договориться. И процесс эвакуации мирных жителей может возобновиться завтра с утра. Дипломаты вынуждены признать всё, что может в этой ситуации сделать Совет Безопасности ООН, так это принять очередную резолюцию, призывающую стороны прекратить вести огонь. Евгений Маслов, Александр Бабаев, телекомпания РТВА, Нью-Йорк. Жители Алеппы надеются, что эвакуация возобновится в 6 часов утра четверга по местному времени. Об этом нам рассказал сирийский журналист Хадди Абдулла, который сейчас находится в Алеппе и с которым нам удалось связаться. По его словам, в Алеппе остаётся порядка 100 тысяч человек, которые хотели бы покинуть город. Русские говорят, что завтра в 6 утра начнётся эвакуация из Алеппо. Сначала гражданское население, потом вооружённые бойцы. Перемирие должно было вступить в силу ещё накануне, но оно было отложено, поскольку шиитские формирования не согласились с условиями. Шиитские формирования и русские не приняли соглашение. Эвакуироваться будут сначала в окрестности Алеппо и затем в Идлиб. Здесь все семьи хотят уйти, потому что боятся, что если иранские формирования будут контролировать этот район, они убьют всех. Пока в Алеппо, судя по всему, продолжаются бои. Ситуацию пытаются урегулировать лидеры, вовлечённых в сирийскую войну сторон. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Эрдоган обсудили по телефону, далее я процитирую сообщение пресс-службы Кремля, необходимость наращивания совместных усилий в целях улучшения гуманитарной обстановки содействия запуску реального политического процесса в Сирии. Были ли достигнуты какие-либо договорённости, неизвестно. С главами МИД России и Турции сегодня также говорил госсекретарь США Джон Керри, сообщила его пресс-служба. В разговоре со своими коллегами Джон Керри подчеркнул, что необходимо немедленно остановить кровопролитие. Он обратил внимание на то, что все договорённости о прекращении огня, которые были сделаны накануне, не выполняются. Кирби также отметил, что несмотря на все заявления представителей России и Сирии, жителям Алеппо до сих пор не был предоставлен гуманитарный коридор для того, чтобы покинуть город. Ну а в Париже сегодня погасла Эфелева башня, к солидарности с жителями Алеппо. По словам мэра французской столицы Анны Дальго, этот, цитирую, символический жест является посылом миру о необходимости принятия срочных мер для прекращения военных действий. Отмечу, что власти Парижа солидарны с горожанами, которые ранее сегодня же устроили акцию в поддержку сирийцев на столичной площади имени Игоря Стравинского. К другим новостям. Основатель компании Тесла и SpaceX Илон Маск вошёл в учреждённый Дональдом Трампом консультационный совет с участием глав крупнейших американских компаний. В среду избранный президент США провёл целый ряд встреч с элитой Кремниевой долины. В нью-йоркский небоскрёб Трампа были приглашены руководители Google, Apple, Amazon, Uber и многих других. И это, несмотря на то, что многие представители высокотехнологичных компаний во время предвыборной гонки выступали против кандидата Трампа. Так гендиректор интернет-магазина Amazon Джефф Безос открыто критиковал бизнесмена. Однако после победы Дональда Трампа Безос поздравил его в Твиттере, пожелав удачи. Сегодняшняя встреча Трампа с представителями бизнеса продолжалась около часа. По её итогам участники высказывались довольно осторожно. Так Безос распространил заявление, в котором говорится, что встреча была продуктивной. Гендиректор Amazon, по его словам, на встрече предложил сделать именно развитие инноваций главным направлением работы будущей администрации Белого дома. Не осталось, к слову, незамеченным, что на встречу с Трампом не были приглашены руководители Твиттера. Того самого Твиттера, который фактически был рупором Трампа в ходе избирательной кампании. Ну и по-прежнему избранный президент США активно пользуется этой социальной сетью. Как сообщает издание «Политику», Трамп решил отомстить или хотя бы наказать Твиттер за то, что во время президентской гонки ему не разрешили создать эмодзе-версию хэштега «Крукт Хиллари». По крайней мере, по данным источников, именно такое объяснение дали представителям Твиттера в переходном штабе избранного президента США. Ну, к слову, для того, чтобы спокойно стать президентом и дожидаться инаугурации 20 января, Трампу предстоит преодолеть последний рубеж. 19 декабря, то есть через пять дней, состоится голосование коллегии выборщиков. Только они, 538 представителей штатов, могут официально выбрать следующего хозяина Белого дома. Предполагается, что они проголосуют в соответствии с тем, как проголосовали рядовые избиратели на выборах 8 ноября. Но теоретически они могут пойти наперекор воле электората. И на сегодняшний день, по меньшей мере, 40 из них требуют дополнительной информации от спецслужб о связях между Трампом и Россией. Но тем временем в США раздается все больше голосов, в целом требующих упразднить институт выборщиков. К ним на днях присоединился, к примеру, Альберт Гор, который не призывал изменить избирательную систему даже после поражения от Буша в 2000 году. Но после поражения Клинтона от Трампа, экс-вице-президент США, изменил свое мнение. Все, что связано с коллегией выборщиков, мы обсуждаем сегодня с политическим обозревателем РТВА Владимиром Козловским. Он с нами в студии. Добрый вечер. Вам слово. Привет. 19 числа в Америке состоится еще одно голосование за президента. На этот раз, наконец, решающее. В этот день будет голосовать коллегия выборщиков, которая состоит из 538 человек по числу членов Конгресса. Поскольку большинство из нас инстинктивные демократы, для нас, естественно, думать, что кто получил на выборах больше голосов, тот и победил. Но больше голосов получила 8 ноября Хиллари Клинтон. И намного. А победил Дональд Трамп. Такова американская избирательная система. Ввязываясь в гонку, оба они знали, каковы правила игры и согласились их соблюдать. Как всегда, проигравшая страна начала призывать к упразднению коллегии выборщиков, которая, по ее словам, давным-давно устарела и, к тому же, была придумана рабовладельцами. В то время, когда по закону у раба было 3 пятых голоса свободного человека. Не то, чтобы рабы ходили на выборы. Ходил их хозяин, которому голоса его рабов засчитывались по вышеуказанной формуле. Еще немного истории. Отцы-основатели Америки придумали коллегию выборщиков отчасти из опасения, что при прямых выборах всей стране будет навязывать своей воле какой-нибудь очень большой штат, да еще, не дай бог, шагающий не в ногу с остальной Америкой. В конце XVIII века самым большим штатом была в Америке Вирджиния. И четверо из первых пяти президентов были оттуда. Сейчас самым густонаселенным штатом является Калифорния, в которой проживают около 40 миллионов душ. И которая все больше шагает не в ногу с остальной Америкой. Она давно дала левый крем, но начала, как и Нью-Йорк, отличаться от Америки радикально где-то лет 20 назад. И сейчас одна обеспечила Хиллари численный перевес над Трампом. Я бы не хотел жить при калифорнизме, тем более без тамошнего климата. Так что коллегия выборщиков меня лично вполне устраивает. Вас устраивает, но многих нет. Итак, каковы шансы на ее упразднение? В обозримом будущем нулевые. Для этого нужна поправка Конституции, за которую сперва должны проголосовать две трети обеих палат Конгресса, а потом 38 из 50 штатов. Первое маловероятно, а второе практически исключено, поскольку маленькие штаты не захотят, чтобы на них перестали обращать внимание и бороться за их голоса. Воцарение Трампа таким образом предотвратить пока не удастся. Но обсуждаются другие варианты. Для победы в коллегии нужно 270 голосов. Трамп набрал 306, а Хиллари всего 232. Демократы обрабатывают выборщиков-республиканцев с тем, чтобы те отказались выполнять воли избирателей своих штатов и проголосовали либо за Хиллари, либо на худой конец за Джеба Буша, лишь бы не за Трампа. Либеральный сайт «Политика» услужливо опубликовал список выборщиков. И трамписты жалуются, что их запугивают по телефону, по почте и в соцсетях. Пока, насколько я знаю, изменить Трампа собирается небольшое количество выборщиков-республиканцев. Мне попалось имя лишь одного из них – Крис Супрун. Это логично, потому что на древнерусских наречиях «Супрун» означало «угрюмый», «ворчливый». Демократы мечтают отколоть от республиканцев как минимум 37 выборщиков. Тогда у Трампа останется 269 голосов, то есть меньше искомых 270. Даже если все эти 37 изменников проголосуют за Хиллари, у нее искомого количества тоже не наберется. В этом случае вопрос выносится на голосование в палату представителей. Поскольку там княжут республиканцы, они выберут в президенты того же Трампа. Но вдруг они воспользуются случаем заменить его на менее спорного кандидата, например, на того же Буша. Демократы согласны уже и на это, лишь бы не трампозавр. Еще одна идея, чтобы Хиллари велела всем своим выборщикам проголосовать за Джеба Буша или хоть за черта Лысого, лишь бы не за Трампуса. Если к ним присоединятся лишь 38 выборщиков-республиканцев из 306, то Трампу тоже каюк. Мечты, мечты. О, вашу слабость. Спасибо. Политический обозреватель РТВАй Владимир Козловский. Ну а мы буквально через минуту продолжим выпуск новостей на РТВАй. Поговорим о том, что впервые за 10 лет ФРС поднимает процентную ставку. Обсудим, как это отразится на доходах и расходах рядовых американцев. Ну и водитель уже не нужен. В Сан-Франциско появились первые беспилотные такси. Все это через пару минут на РТВАй. Оставайтесь с нами. В эфире новости на телеканале РТВАй. Мы продолжаем выпуск. Сегодня во второй раз за 10 лет Федеральная резервная система США подняла процентную ставку на четверть пункта до 0,75%. Этой меры ожидали все. Тем не менее, биржи, планеты ощутимо вздрогнули. Началась новая эпоха, которую уже успели окрестить тромпономикой. И здесь, по словам специалистов, намечается конфликт между новой администрацией, будущей администрацией, руководством Центробанка Америки. В нашей студии обозреватель РТВАй Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. Итак, какова логика действий ФРС США? Здравствуйте, Тихон. И так свершилось. Федеральная резервная система, она же Центробанк США, официально объявила о том, что экономика страны стабильно растет, и настала пора ее сдерживать. Все время, пока экономика буксовала, банковскую процентную ставку по займам держали около нуля, чтобы облегчить кредитование и подстегнуть развитие бизнеса. Выступая в среду в Вашингтоне, глава ФРС Дженет Йеллен выразила сдержанный оптимизм. Наш комитет пришел к выводу, что небольшой подъем федеральной учетной ставки оправдан в связи с уверенным прогрессом на пути к нашей цели, максимальной занятости и 2-процентной инфляции. Мы продолжаем ожидать, что развитие нашей экономики потребуется временем лишь постепенного повышения ставки с тем, чтобы закрепить достигнутые результаты. Дженет Йеллен может быть довольна. Экономические показатели в целом неплохие. Зарплаты растут, безработица ниже 5%. И это объективно хорошая цифра. К тому же в США в последнее время дешевый бензин, что способствует росту потребительской активности. И все же отсюда, помимо всеобщего ликования, следует один опасный вывод. Растет и риск инфляции. Поэтому и повышается ставка кредитования, чтобы деньги давались дороже. Иначе перегретая экономика может пойти в разнос. Такие случаи бывали. И здесь мы плавно переходим от экономики к политике. Все финансовые назначения в новой администрации Трампа говорят о том, что инфляция будет только расти. Ведь смотрите, избранный президент приглашает на работу биржевых воротил, которые без всяких сомнений выступят за снятие регуляций с большого бизнеса и освобождение рынка. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Но с другой, как я уже сказала, чревато последствиями. И поэтому Федеральный резерв, который не подчиняется президенту, а отвечает за свои действия перед Конгрессом, будет и далее повышать процентную ставку, чтобы сдержать экономику. После выборов биржа, как она это всегда делает, при республиканском президенте почувствовала свободу и демонстрирует бурный рост. При этом повышение ставки ей не понутру, как и все, что ограничивает свободу перемещения денежных масс. Поэтому показатель биржевой активности Доу Джонс сегодня весь день метался, чуть-чуть не добравшись до очередного рекорда 20-тысячного рубежа, но в итоге обвалился на 100 пунктов. Это небольшое падение, чуть более полпроцента, и коррекция может последовать быстро. Ясно, что для нынешней главы Федеральной резервной системы важно обеспечить стабильность экономики. Елан известна своей осторожностью, резких движений она делать не будет. Но вот избранный президент, который славится своей непредсказуемостью, может попробовать, например, снизить налоги, что в свою очередь подтолкнет инфляцию. Тогда ФРС обязана будет снова ударить по тормозам, классически демонстрируя единство и борьбу противоположностей. Тихон. Спасибо, Мария Гордон, политический обозреватель RTVI о решении Федеральной резервной системы США поднять во второй раз за последние 10 лет процентную ставку и о связи этого с политикой и с недавним избранием Дональда Трампа. Ну вот, Дональда Трампа к другому президенту. Глава России Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. Он оказался на первой строчке списка уже четвертый раз подряд. Как говорится в статье на сайте Forbes, Путин в уходящем году распространил свое влияние по всему миру от Родины до России и даже до президентских выборов в США. Российский президент добивается того, чего он хочет, и его влияние растет. Всего в списке самых влиятельных людей мира 74 человека. Второе место журналисты издания отдали избранному президенту США Дональду Трампу, который, отмечает Forbes, станет первым миллиардером во главе Соединенных Штатов. На третьем месте канцлер ФРГ, прошу прощения, Ангела Меркель. Ее в рейтинге назвали основой Европейского Союза. Свой список Forbes составляет ежегодно среди критериев число людей, которым управляют кандидаты, количество денег в их распоряжении, влиятельность в различных сферах, а также использование своего могущества. Среди тех, кто в этом году оказался также в рейтинге, основатель Facebook Марк Цукерберг, действующий президент США Барак Обама под номером 48 и лидер террористической группировки Исламское государство Абубакр Аль-Багдаде. Он на 57-й строчке. В США появилось первое беспилотное такси. Компания Uber сегодня выпустила на улице Сан-Франциско пять автомобилей-роботов. Пока сервис работает в тестовом режиме, за первыми поездками будут наблюдать инженеры компании. Воспользоваться беспилотником можно будет не только в Сан-Франциско, но и в Кремниевой долине. В Uber считают подобные автомобили более безопасными, так как на дороге исключена человеческая ошибка. Напомню, штат Калифорния одним из первых в США разрешил использование беспилотных автомобилей на улице. Ну и вот буквально несколько минут назад стало известно, что власти Калифорнии запретили использование беспилотных такси до получения спецразрешения. Так что сегодняшние поездки останутся, судя по всему, пока единичными и когда последуют новые, пока неизвестно. Ну и еще о беспилотниках, которые все же ездят и летают. Интернет-магазин Amazon выполнил первую доставку при помощи дрона. Об этом сообщил в своем аккаунте в Твиттере гендиректор Амазона Джефф Безос. Покупатель из Великобритании заказал видеоприставку Amazon Fire TV и пакетик попкорна. В ролике, опубликованном на странице Amazon, детально показан путь продукта с момента отправки до момента доставки. Всего процесс занял 13 минут. Сервис называется Prime Air и призван доставлять товары весом не более 2 килограммов 200 граммов при помощи беспилотных летательных аппаратов в течение получаса. Prime Air пока, как и Uber, работает в тестовом режиме. Правда, продолжает работать. Нового уходящего президента США Барак Обама сегодня в последний раз провел в Белом доме прием по случаю Хануке. Вы все знаете, откуда пришел к нам этот праздник. И мы знаем, насколько сегодня важно право каждого на свободу религии и в США, и во всем мире. И давайте зажжем свечи, чтобы отметить этот праздник. На церемонию пригласили семьи тех, кто пострадал во время Холокоста. Также присутствовала внучка бывшего президента Израиля Шимона Переса. Выступая во время торжественного ужина. Барак Обама также подчеркнул, что этот праздник символизирует стремление еврейского народа к свободе. Празднование Хануки в этом году, напомню, начнется 24 декабря. Ну что ж, это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Оставайтесь на РТВА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова